Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале! Сегодня на ремонте электрический штопор фирмы Berghof. Фирма написана как здесь на зарядной станции, так и на самом штопоре. С виду штопор в рабочем состоянии. Все вращается, все работает, но это только с виду. В реальности мощности не хватает, чтобы открыть бутылку. У меня подозрение на то, что там уже износились элементы и их нужно заменить. Это понятно не только потому, что он не открывает бутылку, но также косвенно понятно, потому что когда ставишь на зарядку, я его оставлял на 7-10 часов, зарядка продолжается постоянно и отключение не происходит. Но также это может быть связано с тем, что зарядка здесь не умная, заряжает постоянно, элементы кипятятся и быстро выходят из строя со временем. Может быть, в этом причина тоже. Но для начала нужно разобрать и посмотреть в чем дело. Интересно, штопор выглядит изнутри. Мне такие вещи конечно больше нравятся, как человеку с инженерным образованием. Но все же в крутых арестобарах, ресторанах я не видел подобных устройств. Там используют профессиональные штопоры, которые вы видите сейчас на экране. У этого штопора стоит, естественно, планетарный редуктор, который уменьшает число оборотов и увеличивает момент на выходном валу. Остановить я его рукой не могу, но видимо этого все равно недостаточно, чтобы открыть бутылку. Остается только грешить на аккумулятор. Как правило, аккумуляторы в таких вещах используются не самые качественные. Сейчас я вот паяю, сниму термоусадку и можно будет посмотреть, в каком визуальном состоянии находятся элементы. Вот так вот выглядит сам блок аккумуляторов. Видны небольшие следы электролита на плюсовых выводах. Как раз между металлическим выводом плюсовым и черным диэлектриком. Также с этой стороны, вот у этого элемента, то же самое присутствует. Также я вижу, что здесь на вот этом элементе продавили стакан при сваривании. Это говорит о том, что стаканы здесь некачественные, так легко продавливаются. Видимо, по-любому некачественные элементы. А то, что вытекает электролит, говорит о том, что зарядное устройство, скорее всего, перезаряжает элементы. Также хочу сказать, что он очень легкий. Я буду устанавливать очень хорошие аккумуляторы Panasonic Anyloop. И их масса раза в два больше, чем у этого модуля. Эти аккумуляторы настолько хорошие, что по 5-6 лет работают у свадебных фотографов в жестких режимах, где токи при зарядке вспышки 11-12 ампер. И при этом они живут такое долгое время. А после они без проблем работают в детских игрушках и других подобных вещах, где используется такой стандарт батарей. Здесь обычное последовательное соединение трех элементов. Сделать такой модуль не составит труда. Сейчас я термоклеем скреплю три элемента. Соединю их никелеуми лентами с помощью точечной сварки. И можно будет припаять к вот этим вот проводам. Новый аккумулятор готов. Защитил здесь корпус батареи термостойким скотчем, чтобы плюс батареи никоим образом не замкнул на корпус. Сейчас подпаяю провода к штопору и проверю работу. Аккумулятор подпаян, проверяю. Сразу чувствуется, что бодрее крутит двигатель. Прям побыстрее. Да. Чувствуется, что как будто бы не такая даже просадка и звук не настолько сильно меняется. Все отлично работает. Сейчас усажу в термоусадку и соберу штопор. Для корректной работы штопора необходимо правильно установить эту пластиковую подвижную часть. К сожалению не удалось на камеру заснять как работает штопор, но он работает отлично. Открывает бутылки, все замечательно. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно ставьте лайк, если видео вам понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Спасибо, что делитесь моими видео в соц сетях. Это лучшая благодарность для меня. Желаю всем удачи. До новых видео, друзья!